Добрый день! В этом ролике постараемся помочь начинающему разработчику с установкой инструментальной системы SCADA 3smod 7 на ПК, а также покажем из каких частей она состоит и как собственно приступить к работе с ней. Первое, что безусловно волнует нашего разработчиков, вполне естественно, где раздобыть саму инструментальную систему, ну а точнее ее установочный файл. Прокупить мы, говорить здесь пока не станем, дело новое, неизведанное и осторожность нам понятна. Других способов несколько, но наиболее правильной для начала залегисталироваться на сайте разработчика SCADA 3smod. Ну да, придется ответить на какие-то вопросы, указать свой электронный адрес, придумать логин-пароль, дождаться подтверждения, а после этого войти в личный кабинет. Да, конечно же, ваш компьютер или ПК должен соответствовать минимальным требованиям. 4 гигабайта памяти, процессор не хуже i5 и, что крайне важно, с установленной 64-битной операционной системой, например, windows 10. Кстати, у вас должны быть и права администратора. Но давайте вернемся к скачиванию системы. Итак, ну мы уже зарегистрировались, входим в кабинет и теперь вполне можем нажимать на данную кнопочку. Пошел процесс скачивания. Вуаля, а вот и базовая инструментальная система. После этого зайдем в загрузки и обнаружим там данный файлик. Он зазипованный. Если запустить данный файлик, то буквально через полторы-две минуты на вашем компьютере будет установлена базовая инструментальная система SCADA 3S Mode 7. При этом, если совсем согласиться при установке, то инструментальная система будет установлена в защищенную от действий пользователя область диска. Рекомендуем папочку DEMO, которая содержит демонстрационные примеры, перенести, например, в корень диска C. Если первый запуск инструментальной системы не увенчается успехом, а будут выведены сообщения об отсутствии каких-то библиотек, волноваться и грустить не нужно. Это просто означает на вашем компьютере не установлены дополнительной библиотеки. Для их установки необходимо зайти в данную папочку и выполнить запуск этого файлика. Самая свежая версия данного файлика установочного находится на сайте компании Microsoft. Выполним запуск инструментальной системы. Инструментальная система откроется сразу с четырьмя навигаторами проекта. Для начинающего разработчика они не нужны, а вот в более сложных случаях с более продвинутыми и с большим количеством компонентов проекта, безусловно, понадобятся. Сейчас мы их пока закроем. Начнем так. Выполним щелчок левой клавиши мышки на данной иконке. Создадим новый проект. Выглядит он вот таким вот образом. Ну, чтобы понимать, с чем мы можем работать, буквально в пару слов. Ресурсы — это слой, дерево проектов, в котором можно определять картинки, видео, файлы, тексты и подготовленные, разработанные графические объекты для использования на графическом интерфейсе создаваемых экранов. Словари сообщений необходимы для очеловечивания сообщений о тех или иных событиях, которые вы как разработчик назначите в системе. Шаблоны программ необходимы для создания алгоритмов и программ, которые будут обрабатывать информацию поступающую или формировать значения управляющих воздействий. Шаблоны экранов — это средства создания человекомашинного интерфейса. Шаблоны документов — это формирование вида типов, отчетов, рапортов, сводок и прочего, что должно фиксировать те или иные стадии введения технологического процесса. Шаблоны связи с СУБД необходимы для взаимодействия с традиционными базами данных. Пользователи — это слой делевого проекта, в котором вы определяете круг людей, которые будут работать с вашей системой, со всеми правами и, естественно, обязанностями. Слой системы — создаются так называемые узлы проекта. По сути дела, это аппаратно-программные платформы, на которых будут работать исполнительные модули Threshold — рантаймы. Соответственно, персональный компьютер с операционными системами Windows и Linux. Контроллеры с различными встроенными операционными системами. Клиентские места, которые будут запускаться на, опять-таки, компьютерах с любыми операционными системами и Windows и Linux. И логгеры — это специализированные исполнительные модули, которые в качестве своей основной задачи ведут сохранение архивов по тем данным, которые поступают от узлов RTM и Embedded RTM. И, соответственно, узлы Netlink и узлы RTM могут быть клиентами этих самых логгеров, то есть запрашивать архивную информацию для выполнения тех или иных манипуляций. Источники — это описание аппаратуры ввода-вывода и программных приложений, которые данные предоставляют для обработки или для, например, выдачи управляющих воздействий. Ну, а библиотеки компонентов — это то, что уже было создано в ранее разработанных проектах для повторного включения в следующее или в новое. Ну, а теперь проиллюстрируем данное знание небольшим примером. Ну, то есть создадим проектик с отображением на экране значений пары внутренних генераторов, например, синусоиды и меандр. С этой целью обратимся к слою источники и с помощью контекстного меню создадим группу генератора, в которой опять-таки с помощью контекстного меню создадим синусоиду и меандр. Облагозвучим их название, температура и сигнализатор. Ну, а поскольку нашим генераторам надо где-то функционировать, создадим в слой системы для них узел RTM. Напоминаем, узел RTM — это, по сути дела, описание персонального компьютера, на котором будет работать или исполнительный модуль TraceMode Runtime, или, как в нашем случае, профайлер, то есть отладочный монитор реального времени, который есть в каждой инструментальной системе. Далее, с помощью механизма Drag&Drop перенесем группу генератора из источников в наш узел. В результате выполнения данной операции, слой системы, а точнее группы генератора, образуются внутренние информационные объекты TraceMode. Каналы. Ну, в нашем случае образовались каналы класса Analog и класса Discreate. Ну, соответственно, температура и сигнализатор. Класс канала связан с той информацией, которую может обрабатывать канал. Ну, вещественная для температуры и дискретная для сигнализатора. Отметим, что у наших каналов, они относятся к числовым каналам, есть два фундаментальных свойства. Это привязка, в данном случае, к источникам сигнала и вызов внутренней программы или процедуры трансляции. Но в нашем случае мы обращаться к трансляции не станем. Настроим для нашего канала температура единицу измерения и физическую величину. Обращаем ваше внимание, что внутри канала можно задействовать огромное количество внутренних алгоритмов. Все они настраиваются в данном бланке. Но, поскольку мы делаем простенький проектик, сейчас мы так глубоко не копаем. Кстати, всех наверняка интересует динамика обработки данных каналов. Она определяется в основном в бланке редактирования нашего узла. И если мы откроем на редактирование узел и обратимся в бланку перевод пересчета, то увидим, что перевод пересчета всех каналов нашего узла RTM 500 мс. То есть два раза в секунду. Но для температуры период пересчета 1, размерность периода цикл Calc, я значаю раз 500 мс. Или два раза в секунду. Ну, а чтобы не чистил наш сигнализатор, мы сделаем так. Перевод сделаем 10, а размерность периода укажем секунды. Поскольку с настройкой наших внутренних генераторов или источников сигналов мы завершили, пора заняться графической частью нашего тестового проекта. С этой целью обратимся к слову шаблонов экранов и создадим с помощью контекстного меню экран, который откроем двойным кликом на редактирование. На данном экране разместим несколько графических элементов и выполним их настройку. Первым будет размещен графический элемент, текст, ну и сделаем шапку нашего экрана. Настроим размещенный графический элемент. В качестве текста напишем начало работы с Cadet Resmode 7, немножко поработаем со шрифтами, с заливкой и контуром. Готово. Следующий графический элемент будет так называемый элемент физической величины, с помощью которого мы отобразим значение нашего аналогового параметра. Напоминаем, это синусоиды, переименованные в температуру. Разместим с помощью драконтропа элемент на экране, откроем на редактирование, нажмем на троеточие в привязке и внимание. Поскольку любой шаблон, а речь идет о шаблоне экрана, взаимодействует с узлом через аргументы, необходимо создать аргумент нужного типа и типа данных. Для данного случая отображения величины температуры в виде числа с плавающей точкой. Называем буковкой T. Тип входная, вещественная. Привязать. Определим цвет контура, цвет заливки. Определимся с форматом отображаемых данных, вещественной. Наша температура, предположим, имеет точность до одного десятичного знака. В качестве заголовка укажем имя нашего канала. Все остальные параметры оставим данными по умолчанию. Ну и, естественно, немножко поработаем с размером шрифта. Далее, третьим графическим элементом, размещаемым на экране, будет у нас тренд. Откроем его. Перенесем тем же самым способом, то есть дракон-дропом, на экран. И выполним его настройкой. Определимся цветом фона трендов и фоном. Цветом визира с легендой. Оси времени. По умолчанию там час. Нам достаточно минуты. Не будем чистить с периодом подписи и разбиения. Далее переместимся в закладку кривые. И та кривая, которая уже создана, назовем ее измеренное значение. А в качестве привязки укажем аргумент T. Цвет кривой сделаем потемнее. Толщина, стиль, метки и прочее оставим как есть. Интерполяция может отсутствовать, а может быть простая линейная. Для красоты оставим простую линейную. И у нас есть еще меандр. Для меандра создадим новую кривую. Ну, условно кривую. Напишем в скобочках меандр. Нажимаем на привязку. Поскольку привязки под меандр мы не создавали. Создадим с именем S. Входную. Но, обращаю ваше внимание, целочисленную. Рекомендуем использовать данный тип данных. Прошу прощения за тавтологию. Это безнаковая длинная целая 32-битная. Привязать. Поработаем с размером нашего тренда. Вот как-то так. Будем считать, что для тестового начального примера этого будет достаточно. Что делаем дальше? Обращаем ваше внимание. Созданная вот эта конструкция находится в слое шаблонов экранов. Это чистый шаблон. Чтобы он вызывался в узле и заполнялся данными от каналов, необходимо выполнить следующее. Перенести экран. В произвольную группу нашего узла. Ну, например, в каналы. Кстати, давайте переименуем. Если двойным кликом открыть созданный канал, мы видим, что это канал класса Call, который предназначен для вызова в узле шаблона. А передача данных или обмен данными с шаблонами реализуется через закладку аргументы, которые необходимо привязать с помощью все того же механизма Drag & Drop температуру и сигнализатор. Вот таким вот образом. Сохраним проект на диск с именем Lesson Zero. А далее необходимо выполнить процедуру, так называемого, сохранения для монитора реального времени. Это, по сути дела, запуск компиляции созданного проекта. Итак, процедура произошла. И что мы здесь наблюдаем? Первое, что мы видим, это система инструментально зафиксировала, что мы работаем с ключом от шестой версии. Какое-то время такая возможность будет сохраняться. Мы используем профессиональную версию. Была бы у нас базовая, вот этой строки не было бы. Следующая строка указывает на то, что был создан один узел, и он был скомпилирован. Причем в нем было задействовано три канала. Напоминаю, канал синусоида, переименованный в температуру, меандр, переименованный сигнализатор, и канал Call с типом вызова экрана. Было задействовано два источника данных, и не были созданы шаблоны документов. Ну и то, что процедура произошла замечательно. Мы видим, ошибок нет, а сообщение о предупреждении, это как раз по поводу нашего ключа. Нажмем ОК, и переходим уже непосредственно к запуску созданного проекта под управлением профайлера. Напоминаем, что профайлер, это универсальный отладочный монитор реального времени с ограничением на время работы, включенный в состав инструментальной системы. Для запуска необходимо выделить в дереве проекта узел, открыть на нем контекстное меню и выбрать пункт «Запустить профайлер». Итак, выполняем запуск профайлера. Загружается наш экран. В системных сообщениях мы видим, сколько каналов было загружено и какой был загружен узел. Далее, через меню «Файл» выполняем запуск и смотрим, что у нас получилось. Итак, начало работы скантера из МОД-7. Графический элемент, физическая величина отображает значение внутреннего источника сигнала, синусоида, но, правда, он называется у нас температуры в градусах Цельсия. Величина в центральной части видна. На тренде очень хорошо узнаваемый синусоид. А вот второй параметр, меандр, который мы интерпретируем как аналоговое значение, выглядит вот таким вот образом. Но, если речь идет о дискретных сигналах, то подбирать их отображение на тренде можно различным способом. Давайте мы посмотрим. Для этого я выгружу и остановлю профайлер. Вернусь к нашему экрану, ну, точнее, тренду. Вот наш меандр. Видите, он как аналоговое значение в таком диапазоне. Но мы знаем, меандр работает в диапазоне 0.1, поэтому максимальное значение сделаем чуть побольше и откажемся от интерполяции. Ну, чтобы видеть оба сигнала в осях, необходимо вернуться в основной бланк редактирования тренда и для оси значений выбрать не только активное, а все оси. После введенных правок необходимо проект сохранить на диск и выполнить повторную компиляцию или процедуру сохранения для МРВ. Кстати, поскольку сообщение о используемом ключе шестой версии уже нам было продемонстрировано, вторичного этого уже не происходит. Вновь запускаем профайлер, стартуем и у нас история уже будет выглядеть примерно так. Синусоиду мы хорошо опознаем, а вот это вот наш меандр. деление клеточки как раз 10 секунд. Если данный вид дискретного, но отображение дискретного сигнала вас не устраивает, можно порекомендовать еще один вариант. Вновь вернемся к тренду. Дискретное значение. Вторая ось нам уже не нужна, только активная. Сохраняем проект, сохраняем для монитора длительного времени. Запускаем профайлер. И наблюдаем уже... Да, кстати, можно перейти в полноэкранный режим. В этом случае для дискретного сигнала или дискретных сигналов будет выделена отдельная часть тренда и вот, пожалуйста, сигнализатор сработал. Отпустил. Очень важное замечание, которое касается седьмой версии. Обратите внимание, что если бы мы сами не остановили профайлер, то вот в нашем случае он работал бы вечно. В отличие от шестой версии, седьмой, если запускается узел с количеством каналов до 32, он не имеет временных ограничений. То есть, предоставляет собой бесплатный рантайм, пригодный для работы небольших систем автоматизации. Пользуйтесь данным обстоятельством. Ну и таким образом мы успешно установили на наш персональный компьютер инструментальную систему Skata 3S Mode 7, выполнили первый ее запуск, создали небольшой демонстрационный проект и убедились в его работоспособности. Далее останавливаем профайлер, выгружаем его из памяти. Вам спасибо за внимание и, кстати, если мы вас заинтересовали, милости просим к просмотру следующей нашей серии «Первые шаги в 3S Mode». Будет познавательно.